я вас приветствую на своем канале с вами валентина у меня новая работа работа для души будет простая работа можно сделать как аппликация но также можно сделать в технике пицца или просто накрыть сеткой или фатином берем любую ткань это у меня небо это у меня будет море выкладываем фон эта ткань у меня просвечивается и видно нашу полоску мы можем фон сделать целый из однотонной ткани потом наложить небо но можно также сделать плавный переход когда начинаете делать такую работу иногда возникают сомнения что-то чего-то не получится но не беда смотрите это будет у меня песок островок такой где нужно отрезаем где нужно подкладываем вот так примерно сюда сделаю такой островок будут расти у меня пальмы пальмой повырезала как-нибудь вот располагаем потом подправлю теперь с другого края буду выкладывать горы взяла коричневых тонах ткань темных шифон вуаль это все были у меня образцы надо поменять цвет наложили какую-нибудь прозрачную ткань уже другой у вас будет оттенок с горой нужно немножко поработать приклеивать буду на клей карандаш у меня вот такое здание вырезала маяк это крыша вот сделала вот такие длинные веревочки сейчас разделю на три части и прям сразу я их приклею на них будет держаться наша крыша маяк это или смотровая площадка это у меня будет вход дверь сделала чуть чуть побольше сейчас делаю окошки прям маленькие такие вырезала но может быть надо их еще и поменьше сделать также приклеиваю на клей карандаш можно сделать шахматном порядке вот так а можно два окошка вместе сделать сейчас посмотрю как будет смотреться вот моя крыша с одной стороны поменьше с другой побольше ее можно переместить но получается у меня вот центр и здесь вот эта вот штучка где флажок размещается я сейчас просто срежу прям буквально 0 5 этот уголок с местоположением пальм я уже определилась вот смотрите вот так смотрится как-то голо вырезала вот такую листву и сейчас приклеиваю на клей карандаш вот что у нас получается вроде все ничего но как-то вот гор мне абсолютно не нравится может быть сделается стежка будет более оригинально смотреться не могу я с ними справиться и песок это у меня партнерная ткань шторы вот этот вот квадрат он здесь как я смотрю в объектив он тоже не уместен я сейчас его просто отрежу сюда я добавила еще одну пальму для красоты и посадила зелень но отрезаю я не снимая заготовку с полотна прям по полотну делаю фигуристые линии и вот я отрезала этот квадратик ну а теперь можно сделать красивое небо органза это вуаль пить те разные оттеночки облака можно сделать белые если у вас очень яркие цвета его можно приглушить другой тканью я считаю что моя работа это неудачная я никогда не делал море с волнами а тем более небо красивое все время мечтала сделать красивое небо с закатом чтобы присутствовали много много разных цветов чтобы совсем синие море у меня не было я немножечко добавляю вот такого голубого цвета не знаю как это будет выглядеть но мне так захотелось вот вот в таком варианте мне кажется немножко поживописней у меня нет художественного образования все методом тыка и прошу не судите меня строго приклеиваю на клей карандаш чтобы они у меня не потерялись вырезала парусник сначала вырезала красивый парусник но в этих маленьких деталях я куда-то его потеряла пришлось выкраивать опять смотрите мы его размещаем я смотрю в объектив мне так лучше видно как на самом деле это все выглядит и мы можем его немножечко направление также поменять просто вот перекатить и смотрим куда он у нас будет плыть парусник поняла чуть выше если я подниму его еще выше как он на горизонте у нас плывет вот так допустим он уже сливается с небом так что опускаю немножечко ниже добавим красный флажок и напишем с ссср у нас уже полноценная с вами заготовка но смотрите вот наш песок мы можем сделать современный вариант разместить пляж разместить людей лежаки зонтики решил добавить солнце солнце можно здесь разместить здесь можно переместить в любой другой угол я сбоку с краешку размещу это наши лучи также все приклею на клей карандаш вот в эти участки я бы с удовольствием добавила вот такой органзы но у меня был совсем маленький лоскуток все больше нет я его израсходовала мне не нравится здесь пустота я сделала вот такую растительность пусть будут это кактусы я понимаю что они как-то тут неуместны но им тоже где-то надо расти добавила немного подводных камней и кактусом положила вот как то так получается немного мне не нравится но потом посмотрим что будет после стежки мне не нравится этот пустой угол сюда можно добавить черепаху а можно сделать вот такую извилистую линию подобие змеи думаю что здесь не хватает а здесь не хватает птиц чайки куда море без чаек все-таки решилась я на такой шаг я сделала людей давайте оденем панамку чтоб солнечного удара не было одену яркие трусы такие салатовые чтоб не сливались очень ювелирная работа очень маленькие детальки как я делаю человечков это у меня лицо на обратной стороне я ручка рисую и потом просто вырезаю это будет у меня женщина вот посмотрите какие маленькие маленькие совсем маленькие крохотные трусы надо работать с пинцетом посмотрите какие руки у меня от клея еще такой момент наши туристы также могут лазить по пальмам можно разместить человечка здесь а можно прямо на самую макушку подсадить смотрит он вдаль чтоб туристов не сливался с чайками с парусником мы его также оденем оденем панамку потому что далеко смотреть надо и долго смотреть надо все на таком варианте я остановлюсь а то уже в мыслях есть здесь устроить футбол баскетбол уже сетку натягиваю мячик вырезаю хватит всему свое время тормоза должны быть и теперь берем прозрачную ткань берем органза сетка фатин что у вас есть это у меня тюль обрезки тюля я сейчас вот так располагаю а прежде мы должны посмотреть нет ли у нас разных ниточек веревочек на полотне мы должны убрать потому что мы когда закроем мы уже их не вытащим у меня не хватает сетки придется работу или делать короче или вот я нашла такие длинные полоски я их сейчас вот размещу на наверх и у меня здесь получается ровная полоса некрасиво смотрится и я сейчас сделаю слегка волнообразные такие линии чтоб не было такого прямого перепада ну вот как то так сейчас накрываю мокрой марлей и отпариваю отпариваю вот так утюг представляю но потом можно уже будет гладить как раз у вас выпрямятся ваши лоскуты если вы использовали клеевую флизелин паутинку или дублерин то ваши лоскуты приклеиваются мы с вами все про утюжили теперь фиксируем булавками булавками фиксируем по периметру и ваши все равно вот эти маленькие детальки что при стежке они у нас не смещались и уважаемые мои рукодельницы хочу сказать что очень много мастериц хороших мастериц делают такие работы наверное делают и делают мне замечание что я не использую золотое сечение что у меня непропорционально допустим море небо нет у меня такого ориентира что некоторые герои не соответствуют действительности да вот допустим люди они почти что ростом как парусник к примеру цветы больше чем кошки но давайте договоримся вы когда будете делать свою работу будете делать как вы видите как вам надо хотя я приветствую любые комментарии и хорошие и плохие иногда советы ваши советы мне действительно помогают я запоминаю и в следующих работах конечно я эти нюансы воплощаю жизнь так что пишите в комментарии и плохие и хорошие буду рада и как-то у нас был проект пицца в сумке на пятерых кого интересует морская тема на канале ассорти с валентиной и творческий сундучок морская тема горы пляж дамы загорают посмотрите загляните ссылки на канал и этим ассорти с валентина и творческий сундучок у меня будет в описании под видео зафиксировала булавками теперь приступаю к стежке стежка если вы не умеете на свободном ходу прошивать допустим вы можете пройтись зигзагом свои детальки простой строчкой волнообразной какими-нибудь кругами менять направлении можете прошивать допустим это в одном направлении море в другом направлении ну а нитки нитки можно подбирать цвет можно сделать контраст можно прошить одним цветом ниток все полотно а можно конечно вот и менять по цветовой гамме нитки смотреть как лучше будет играть а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...